Проходит операция профилактическая. Ребенок-пассажир. Детей не перевозите? Перевозим, ехать за ним в школу. Середина дня – время, когда родители забирают малышей из учебных заведений. В поле зрения инспекторов исключительно юные пассажиры. Точнее, их транспортировка. Я смотрю, у вас два ребеночка, да? Оба они находятся у нас пристегнутыми и в креслах. Ребенок до 7 лет должен ехать в машине в детском удерживающем кресле. После 7 обязательно быть пристегнутым рельмом безопасности. Это правило. Родителям, которые их не соблюдают, штраф – 3000 рублей. Но деньги не идут ни в какое сравнение с опасностью, которой подвержены малыши. Любое дорожно-транспортное происшествие, резкое экстренное торможение. Ребенок, если находится в салоне автомобиля, не пристегнутый, вы понимаете, да? Он получает различные травмы, тяжкие, да? И особо тяжкие. Ну и могут быть летальные исходы. За три часа сотрудники ГИБДД остановили и проверили 43 машины. В ходе рейда нарушений не выявили. Все малыши находились в автокреслах, те, кто постарше, были пристегнуты. Водители, они же родители, рассудительны. Безопасность юных пассажиров для них прежде всего. У меня двое детей. Один у школьного возраста, другой дошкольник. Обязательно креслами пользуемся, собственно, с рождения детей. Бережем своих детей, заботимся о их безопасности. Разные случаи бывают. Я не хочу рисковать жизнью своих детей. Во время рейда вместо штрафов инспекторы сдавали памятки с правилами и светоотражатели. Их можно приклеить, например, на детскую одежду, чтобы в темное время суток малышей было проще увидеть. Ну а следующий рейд пройдет ровно через месяц. Инспекторы надеются, что результат будет таким же. Анна Егоршина, Александр Попов для РТВ.